Для начала, для тех, кто переживал за здоровье руководителя главного управления разведки Кирилла Буданова, все в порядке с ним, жив, здоров, сегодня встречался с послом Японии, выложил фотографии оттуда, успел даже побывать в эфире объединенного телемарафона. Напомню, что пропагандисты разгоняли ИПСО про то, что Буданов находится в Германии, якобы лечится в Берлине после попадания ракеты в здание управления разведки. И ладно, там еще Буданов до этого был залуженный, он тоже там то ли умер, то ли у него была трепанация, разные версии были, даже не только от пропагандистов, но даже Путин на встрече с пропагандистами-военкорами говорил о том, что, мол, по его информации, залуженный находится за границей и неизвестно в каком состоянии. В итоге оказалось, что все это неправда, опубликованы были и видео с залуженным также. Вот, Роман Григорьевич, для начала, ну вот, во-первых, кто может быть следующим, кого похоронит российская пропаганда и от чего пытаются отвести взгляд на самом деле, потому что это какие-то крайние меры уже, как я понимаю. Ну, есть проблема большая у россиян по линии фронта, потери, очень большие потери. Вот уже перевалили за тысячу человек в сутки. Вот если смотреть по последнему даже дню, который под той сводкой, которую Генштаб дал, тысячу десять человек уничтожено, это значит еще примерно столько же тяжелораненых, которые не вернутся в строй, это без ноги, без руки, без глаз. То есть, две тысячи человек отминусовываются в сутки. Восемь танков в сутки, пятнадцать боевых бронированных машин, двадцать три ствола артиллерии, один вертолет. Вот это вот только за сутки, ну, не считая там шахедов, допустим, или еще что-то такого летающего. То есть, основные потери на линии фронта. Это большие, умножьте на месяц, это уже страшные потери. Это же такое две тысячи человек в день, это шестьдесят тысяч в месяц. Они лишатся, ну, по крайней мере, лишатся половины своих стратегических резервов с такой полностью оперативной, стратегических, лишатся с такой скоростью. Плюс, вернее, и отминусуются техника, и все остальное, военная амуниция. Потому им надо какие-то победы, какие-то отвлечения внимания. Это, естественно, оптимальный вариант, это для своих. Все, что делается в информационном поле, что делается для внутреннего потребления. Больше девяносто процентов России они это делают. Для своих показать, что вот отминусовали, допустим, Залужного, отминусовали Буданова, отминусовали еще кого-нибудь, неважно. То есть, им надо какой-то скандал в информационном поле, а тем более еще, когда в этот скандал или в это ИПСО включены первые лица государства. Путин прокололся по Залужному, рассказал, что он за границей и на иностранном языке разговаривает. Ну, Залужный молодец, он подтвердил это предположение. Он в Украине по-украински разговаривает, за границей. Это иностранный язык для Путина. То есть, вот такие вещи, они в конце концов всплывают, но очень быстро переключается, какая информация переключается на что-то другое. От Залужного переключились на Буданова. С Буданова, я думаю, переключатся сейчас на кого-нибудь из медийных персон. Ну, то есть, оптимальный вариант – это политика медийной персоны. Сейчас опять кого-нибудь похоронят. Не исключаешь и президента, допустим, или там премьера, или кого-то из Рады. То есть, это может быть, у россиян с них станется. Но это, тем не менее, не уйдет, не уберет у них основную проблему. Большие потери на линии фронта. Они пытаются выполнить задачу до 12 июля, до саммита НАТО летнего. Пытаются удержать любыми способами линию фронта. То есть, скорее всего, такая задача поставлена. Начали сжечь оперативные резервы. Уже сдернули стратегические. Вот последние несколько дней уже используются, особенно на Луганском и Донецком направлениях, уже и стратегические резервы используются. Мы вывели на линию огня достаточное количество техники. А на авиационной технике мы отминусовываем вертолет. Уже, по-моему, 5 бортов К-52 отминусовали. Но, тем не менее, они готовы сжечь все и вся. Надо удержать линию фронта, чтобы на саммите НАТО показать, или, по крайней мере, дать возможность своим консервам сказать о том, что Россия, непробиваемая армия, ну, то есть, может удержать линию обороны. О перспективах саммита в Вильнюсе еще поговорим чуть позже. Сейчас о наступательной операции Украины. Вот в Министерстве обороны отчитываются о продвижениях как на восточном, так и на таврийском направлении. Постепенно продвигаются силы обороны. Однако, в то же время, Институт изучения войны американский публикует информацию о том, что якобы украинская армия собирается сделать паузу в наступательной операции, чтобы провести оценку тактики. Что это может означать, Роман Григорьевич? Ну, эта пауза занимает несколько часов после того, как проведены все разведательные мероприятия, информация стекается, тем более даже паузы, как таковой, ее не будет, идет обработка информации в онлайне практически сразу. То есть, я не знаю, что это имеется в виду. Может быть, это восприятие некоторых моментов, связанных с прорывами. То есть, на данный момент выбрана тактика уничтожения россиян вдоль линии фронта. Раз они свои резервы начинают подтягивать к линии фронта, так здесь сам Бог велит именно так и действовать. Потому, может быть, или ошибка в переводе, или, может быть, трактование по-разному. Имеется в виду, не будет прорывных действий сейчас, пока не будут нами перемелены все стратегические резервы, которые у россиян есть. Это самый оптимальный вариант. То есть, их втянуть в боевые действия на линии фронта, никуда не двигаться, а работать вдоль вот этими цифрами, о которых я только сейчас говорил, уничтожать их. И после того, как будут уже обточены резервы, после этого только начинать прорывные действия. Сами прорывы, как таковые, выход на оперативный простор, где уже не будет стратегических резервов. Некому будут перехватывать наши войска при выходе на оперативный простор за линию обороны, за последнюю линию обороны россиян. Может быть, это имеет в виду уважаемые издания. Понимаем, что залогом успешной и наступательной операции являются и поставки вооружения от западных союзников, несмотря на довольно хорошие результаты 13-го Рамштайна. То есть, там у нас и по танкам, и по противовоздушной обороне, есть продвижение в коалиции истребителей. Однако, вот, например, генсек НАТО, Ян Столтенберг, заявил, что оружейные арсеналы Североатлантического Альянса опустошены. И, по его словам, нехватку вооружения просто необходимо совместными силами каким-то образом компенсировать в кратчайшие сроки. Вот, если говорить об вот этом опустошении запасов, что это может сулить Украине? И, может быть, просто Столтенберг прибедняется, не знаю. Ну, нет, дело в том, что все-таки у нас партнеры – это все страны демократии. У них каждый доллар, каждый цент на счету. И для того, чтобы запросить десятки миллиардов долларов, допустим, на производство или восстановление потраченного вооружения, его надо подогреть, создать определенную информационную подушку. Для того, чтобы потом такие просьбы, десятки, а то, может быть, и сотни, реально миллиардов долларов, которые будут запрашиваться военными ведомствами, они уже ложились на удобренную почву. То есть вот то, чем сейчас занимаются уважаемые и политики, и военные наших партнеров. То есть они это делают, подготавливают как раз для принятия решений, особенно перед бюджетными годами. Через несколько месяцев начинаются новые бюджетные года в странах наших партнеров. Потому это вот уже делается сейчас. Здесь положительный момент для нас, однозначно положительный момент. Это значит, будут выделяться достаточное количество финансирования на производство вооружений. Ну а если они будут выделяться, так нам точно перепадет. То есть будут учитывать и наши потребности в том числе. За поставками западного вооружения в Украину внимательно следят, конечно же, в Российской Федерации. Вот недавно, значит, глашатый диктатора Путина Песков, когда у него спросили о том, как идет демилитаризация Украины, одна из заявленных официальных целей полномасштабного вторжения, Песков сказал, все замечательно. Вот, мол, обратите внимание, украинцы же практически не воюют собственным оружием. У них все оружие иностранное. Соответственно, Украину демилитаризировать получилось. Мы ставим галочку, можно переходить к следующему пункту. То есть, в принципе, кроме шуток, если любой провал будут представлять в военной сфере как достижение, потому что я сомневаюсь, что российскому солдату гораздо легче от того, что его разрывают американские ракеты, а не украинские. Ну, еще раз повторюсь, 90% информации и ПСО, в том числе, они направлены на внутреннее потребление, потому вот в таком виде подают замещение старого советского вооружения, которое мы разбили о голову россиян, замещение натовским. Подают с положительным моментом, то есть где-то ищут какие-то положительные темы. Но долго это, конечно, держаться не будет. Россияне уже понимают, они уже понимают, что их втянули в войну буквально с НАТО, пусть нашими руками, но натовским вооружением мы их уничтожаем. Мы их уничтожаем и деться все равно для них, для солдат, которые уходят на тот свет, все равно каким вы правы, каким оружием, либо старым советским, либо новым натовским, его отминусовали. И Пескова, заявления Пескова, я не думаю, будут иметь какую-то роль, и это больше для самоуспокоения. Именно Песковых для самоуспокоения, для того, чтобы хоть что-то сказать положительного при перевооружении Украины, украинской армии, которую, в принципе, провела, можно сказать, Россия. Она выполнила задачу, ну, можно считать, что полного переоружения украинской армии. Мы сбросили все советское вооружение. Еще не все, но оно уже понятно, что оно все будет сброшено на них, уничтожено, об них. Ну, а перевооружимся на натовское вооружение, причем не всегда, допустим, старое там или то, которое нам отдают. У нас есть новейшие типы вооружения, особенно мы по некоторым позициям вообще первые, которые используем, а тем более в боевых условиях проводим такую себе эксплуатацию и доводку некоторых новейших систем вооружения. Потому у нас такой хороший положительный бэкграунд в этом смысле. Друзья, если не поставили лайк в начале этого видео, уже нужно сделать это прямо сейчас. Также напишите в комментариях ваши ожидания от поставок вооружения для Украины, как будет проходить дальше наступательная операция. Это уже ваше предположение, интересно почитать. Понимаем, что о том, как оно будет на самом деле, знают ограниченный круг людей. Но ваши наблюдения мы сюда с интересом читаем. Я лично отвечаю вам, вы на это, наверное, обращали внимание. Поэтому милости просим в комментариях. Президент Джо Байден неожиданно заявил, что угроза применения ядерного оружия со стороны Российской Федерации абсолютно реальна. Это цитата. Все это происходит на фоне перемещения как раз ядерных боеголовок в сторону Беларуси. Именно в этом контексте Байден сделал такое заявление. И можно сказать, что американский президент вообще чуть ли не первым из американской администрации высказался вот так по поводу ядерного шантажа Путина. Потому что еще недавно буквально госсекретарь Блинкен, например, говорил, что не видит абсолютно признаков того, что Россия может решиться применить ядерное оружие. Как вы считаете, о чем может говорить вот это заявление Байдена, раз если уже президент Штатов, он... Нас предупреждали перед полномасштабным вторжением, о вероятном вторжении, да? Тогда относились к этому не так серьезно, наверное, как можно было бы отнестись. Теперь вот предупреждение об угрозе применения ядерного оружия от президента США. Все будет зависеть от того, будет ли предупреждение от нашей военной разведки. Не так внешние политики, вернее, политики внешнего круга предупреждали, как наша разведка предупреждала и народ Украины, и военная разведка, и народ Украины, и правительство, военно-политическое руководство, разведка предупреждала, что готовятся, карты рисовали, показывали. Ну, то есть, Буданов свое дело делал, иногда даже перебирал с одной стороны, но, тем не менее, он понимал, что приведет... К чему приведет игнорирование его предупреждения? Вот пока от нашей разведки мы не получим данных, что идет какая-то подготовка, я думаю, не стоит обращать внимание. Байден сейчас эту тему достал для того, чтобы отмазать какой-то отказ по какой-то из позиций, по атакамцам, по самолетам, по вступлению в НАТО, еще почему-то. То есть, это вот в чистом виде отмазка для того, чтобы сказать, а то Путин, только уже не скажет, не Путин нападет, сейчас уже будет страшилка, а то Путину ударит ядерным оружием. Вот для чего он это начал заявлять. А вот что нам отказали, будет понятно в ближайшее время. Ну, по крайней мере, F-16 уже на Новый год, как сказал Резников. По атакамцам понятия абсолютно никакого нет. И по вступлению в НАТО уже есть понятие, что мы действительно не получим желаемого на этом саммите. То есть, вот может быть, это одна из вот таких отмазок, которая будет вытащена и предъявлена в чистом виде, может быть, для той же отмазки, даже перед своими избирателями, для того, чтобы сказать, ответить на вопросы, которые сейчас очень мощно задаются этой клике Клинтона-Обамовской, в которую входит тот же Байден. Задаются вопросы, почему не передаете заявленное и заказанное украинцами оружие. Вот для них отмазка, а то Путин ударит ядерным оружием, то есть ядерным ударом. Вот это может быть как раз уже припекло, по крайней мере, от Байдена. Но от чего нам отказали, я думаю, мы будем знать уже после проведения саммита. А в целом, например, эти ракеты, которые несут ядерные заряды, если они таки будут выпущены, насколько реально их остановить на моменте запуска или уничтожить на подлете? Можете, пожалуйста, объяснить нашим зрителям? Ну, оптимально уничтожать. И именно так и будет сделано центры принятия решений, цепочки прохождения команд и места хранения ядерного оружия. Именно так и будет выполнено. С первого отминусуют Путина, потом разными средствами. В основном это будут конвенциальные, вернее, это однозначно будут конвенциальные средства поражения, не ядерные, а уже какими механизмами, ракетами, табакеркой, неважно. То есть этот вопрос уже будет решен. От Путина и дальше до последнего прапорщика, который чистит номер ядерного заряда при выпуске его в обращение. То есть вся эта цепочка будет уничтожена еще до самого выхода самого снаряда. Ну, в зависимости от того, какое ядерное оружие может использоваться, либо артиллерийское и такое есть, то есть арт-стволы, снаряды есть ядерные и боезапас, допустим, ядерные бомбы, которые могут нести, вернее, ядерный боезапас, который могут нести авиабомбы или, допустим, ракеты. Это может быть и бомбардировка, и ракетная атака. Ракеты – это вот в основном стандартная ракета, которая используется, ракета Х-55. Вот она болтается у нас в качестве ложной цели, постоянно завитая бетоном. Там вместо ядерного боезапаса заливают бетоном такого же веса для того, чтобы центровку она не потеряла. Ну, вот такого рода ракеты они также могут использоваться. Ракета Х-22 – это сверхзвуковая ракета, которую нам очень сложно сбить. Она также может использовать. Это из старого. Ну, а из нового, практически весь спектр нового вооружения, это вооружение может нести ядерный заряд, в том числе те же кинжалы, те же «Искандеры», некоторые крылатые ракеты типа Х-101, то есть, если будет усовершенствованная. То есть, этот вопрос они могут решить. Но я думаю, он не дойдет до этого, до использования в таком виде. Не дадут выйти ядерному заряду ни с места хранения.